Доброго времени суток, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Одного из подписчиков или зрителей не разбирался, не знаю. У нас многие задают вопросы, а подписаться лень. Думаю, что для них это очень проблематично. А вот вопрос задают, но не важно. Значит так, вот есть вот это устройство, Талкит РС7. И что-то заинтересовало о том, что будет, если нажать, если его использовать в качестве блока питания лабораторного. Но я как-то не использую, у меня есть блок питания, который регулируемый. И я, честно говоря, как-то не задавался, не интересовался. А тут вопрос такой возник, ну думаю, заодно и сниму, и поделюсь. Может быть кому-то еще будет интересно. Поэтому я соорудил вот такую схему. Это у меня защита от дурака. Имеется то лампочка для подключения контроллера. Ну сам зарядное устройство. Ну и поставил еще, подключил прибор для измерения напряжения. Чисто напряжение. Какое будет идти через лампочку. Ну вот, можно сказать, на холостом ходу, когда еще ничего у нас получается. 0, ну 0,1 где-то. С 20. 0,1 вольта. Ну он, в принципе, падает. Ну а чтобы использовать ее в режиме блока питания, необходимо нажимаем кнопочку. Опускаемся вниз. Power. И здесь можно настроить напряжение и ток. Значит, напряжение я уже рассказывал. Получается, можно максимальное напряжение 28 вольт. Ну это про условие, конечно, что вы на вход подадите это напряжение. Потому что, если вы не подадите на вход это напряжение, естественно, у вас ни черта на выходе не будет. Ну, я поставлю, пусть будет 11. У меня как раз сейчас, ну, добавлю, пусть будет 12. На входе пусть будет 12. Ну, 12 вольт есть. Ну, здесь я поставлю 11,5. Ток. Ну, здесь ток тоже можно. Максимальный ток от 10 ампер. Да. От 0,5 до 10 ампер. Ну, я поставлю, пусть будет 2 ампера. Все. И нажимаем старт. Ну вот, как видите, через лампочку протекает напряжение 11,49 вольт. Ну, 11,49 и 11,50. Так что, данное устройство не врет. Ну, а теперь я сейчас закорочу, чтобы он у меня поработал, как блок питания под нагрузкой. Не просто показал напряжение, а именно под нагрузкой. Так, все это мы выключаем. Рассоединяем. Ну, не... Тут я на гаражу, конечно. Так, это пока уберу. Лампочка. Ну, сделаю вот таким. Некогда мне тут изобретать лабораторную установку. Пусть как есть, так и есть. Так, свородил я вот такую схемку. Ну, я просто закоротил обратную сторону, чтобы посмотреть ток и что будет отображаться на экране на дисплее зарядного устройства, когда будем использовать его в качестве много питания. Ну, вот он запустился. Что отображается? Сначала напряжение, которое подается. Ну, там 12,1 вольт. Ну, плюс-минус, он врет, конечно, мой блок питания. Мощность и температура, которая находится внутри корпуса. Дальше напряжение по нолям и ток, естественно, на выходе по нолям. Время тоже стоит и это ток, который... Ну, затраченный ток для того, чтобы использовать в нагрузке, можно так сказать. Ну, а как запускаем, я только что вам показывал, еще раз покажу. Так, зашел, опускаемся до повара. Запуск. Оставлю напряжение то же самое, 11,5 и максимум ток 2 ампера. И нажимаем старт. Все. Напряжение подымается. Не резко, потихоньку подымается напряжение и ток. Время пошло. Ну, температура, естественно, на плате поднялась. Почему? Потому что, естественно, идет ток. Все остальное в разумных пределах все осталось на месте. Это отображается, то, что у нас настройки 11,5 вольта, 2 ампера и 5 ватт максимальная. Вот как-то так. Ну, как я сказал, 3 миллиампера это... Сколько использовано тока? Вот так, можно сказать. Сколько тока пришло для того, чтобы горела данная лампочка. Можно сказать, как счетчик. Ну, вот как-то так. Больше здесь никакой информации нет. Даже если мы покрутим колесико, может быть, там один из зрителей или подписчиков, который задал вопрос, сказал, что там еще что-то отображается. Ну, я не знаю. Насчет ограничения тока. Не могу сказать точно. Если я установил 2 ампера, ну, это и является, что максимум 2 ампера. А если больше 2 ампер, значит, должна сработать нагрузка, отсечка и блок питания должен уйти в защиту. Возможно. Как короткое замыкание тоже не знаю. Я не испытываю и не хочу сейчас испытывать судьбу, чтобы не угробить данное зарядное устройство. Не хочу я это делать. Так, ну, а чтобы остановить весь этот процесс, ну, необходимо снова нажать, снова опускаемся, стоп, нажимаем стоп и все отключилось и все уходит в ноль. Ну, верхняя часть остается, потому что никуда она не денется. Вся она, как говорится, на месте, потому что питание с блока питания идет. Все, на этом буду заканчивать. С вами был Юрий Славянко. Вы на канале Сделал Сам Делюсь с Народом пока что на Ютубе, но я информацию также размещаю на Яндекс.Дзен и на Рутубе. Поэтому, чтобы мы не потерялись, подпишись на Яндекс.Дзен, на Рутуб, ну, и Ютуб. Возможно, все это устаканится, все мы останемся продолжать плодотворно делиться информацией друг с другом. Еще раз всего вам доброго. До новых встреч на моем канале. Всем мира и добра.